Жители дома на улице 50 лет в ЛКСМ точно знают, к зиме нужно готовиться летом. Чтобы грядущие холода прошли без сюрпризов, в ТСЖ этого дома ответственно подошло к задаче. Мы с начала мая начинаем заниматься этим вопросом. То есть у нас заключаются договора со службой спасения, мы проверяем сигнализатор. Вот в этом году мы проверяли сигнализатор, один у нас не прошел, мы купили новый. То есть мы его подготовили, это все. Также все прошли аттестацию, все необходимое проверили, регулирующие краны, клапаны. Усовершенствовали нашу котельную в том плане, что мы поменяли котловой насос, еще год раньше мы поменяли трубы, которые у нас подтекали. То есть у нас с котельной сейчас проблем таких нет. А еще нужно отремонтировать крышу и проверить подвалы, если есть необходимость утеплить подъезды и окна. В случае отсутствия ТСЖ контроль таких важных вопросов перекладывается на плечи управляющей компании. И чтобы все дома зимой были теплыми и безопасными, за этой работой ведется постоянный контроль. Подготовка к осяне-зимнему периоду потребителей, в том числе и многоквартирные дома, должна завершиться до 15 сентября в соответствии с действующими правилами. На сегодняшний день процентов уже 80 многоквартирных домов завершили эту работу. Сейчас ведутся завершающие работы по подготовке и оформление соответствующих результатов. Грамотный подход в подготовке к холодам поможет сэкономить и на оплате коммуналки. В этом доме, например, установили терморегулятор. Прибор автоматически считывает температуру на улице и регулирует подачу тепла в квартиры. В сезон такая умная система сбережет около 30% от оплаты. Чтобы установить терморегулятор, необходимо обратиться к специалистам Краевого министерства ЖКХ. Ну а эти котлы зимой должны поддерживать тепло в целом квартале. 16 жилых домов, садик, школа и две насосные станции. Котельная находится в готовности к отопительному сезону. Были проведены регламентные работы, такие как гидравлические испытания на прочность и плотность, ревизия, ремонт, замена запорной арматуры, ревизия электрооборудования, газового оборудования. Было подготовлено здание котельной. С персоналом котельной были проведены необходимые инструктажи, противоаварийные тренировки, проверка знаний. В центре Ставрополя также продолжается подготовка к непогоде. Только орудуют здесь уже пилой и подъемным краном. К холодам нужно готовить не только отопление, но и свет. Специалисты перед осенне-зимним периодом очищают электрические провода от веток и мусора и ремонтируют там, где это необходимо, чтобы вечерами в дождливую или снежную погоду было и тепло, и светло. Все деревья лежат на проводах. У нас зима, осень, не погода какая-то, света нет. Там замерзла, там упала, там придавила. Теперь нам не страшен ни ветер, ни обледенение. Все будет окей. А с теплом в душе и уверенностью в комфортной зиме проводили лето Виктория Шкальная и Юрий Корниенко. Ставропольское телевидение.